Семья Крупских даже в страшном сне не смогла бы представить, что очередной отпуск на берегу Катуни окажется для любимого сына и мужа последним. Денису стало плохо поздно вечером, заболел живот. Вскорую он вызвал сам. Но причин для госпитализации врач не нашла, решив, что это почки, и прописала лишь обезболивающий укол. Я говорю, что и все, что ли, госпитализации не будет? Она говорит, а зачем? Сейчас укол поставили, спазмы снимем, боль уйдет. Вот. Но я говорю, может, вы все-таки заберете? Я говорю, дело к ночи. Я говорю, а если он, говорю, будет сильные боли? Я говорю, что буду делать? У меня даже, говорю, лекарства нет, которые я могла бы обезболить. Я говорю, дайте тогда что-нибудь. Она говорит, ничего у нас нету. Сейчас подействует укола, говорит, и все пройдет. Денис лежит на каталке, говорит, может, все-таки заберете? Она говорит, нет, вставай, говорит. Лекарство так и не подействовало. В попытке вернуть уехавших врачей и настоять на госпитализации Денис снова звонил на станцию, но ему отказали, пояснив, что помощь уже оказана. Промучившись ночь, он принял решение ехать в Барнаул. И по пути скончался на руках у своих матери и супруги. Я дальше не представляю своей жизнью с ним. Мне очень тяжело. Как я уже сказала, мы 16 лет вместе. Разлили вода, мы засыпали и просыпались вместе. Мне очень тяжело без него. Мы не думали, что это все у нас. И он-то, скорее всего, не думали, что это настолько все серьезно. И мы не ожидали, что это не просто боль в животе. Проведенное вскрытие установило, причина смерти – прободная язва. Она повредила целостность желудка и счет пошел на часы. В случае своевременного оказания оперативной помощи человека можно было бы спасти. Почему скорая не госпитализировала человека первый раз? Не в курсе, не знаю. Вопрос этот тут обсуждался на следующий день. Все было и начмеды, и главный врач. Это надо с ними разговаривать. Я не вникала. Этот вызов обслуживали Айские. Мы туда ездим, наши скорые ездят там, ну, чередуются. Там штат небольшой. И на данный вызов ездили, которые там непосредственно работали. Мы пытались связаться с главным врачом станции, но в ответ слышали только длинные гудки. Заметим, что три года назад в Алтайском районе подобное уже случалось. Бригада медиков не приехала к умирающему рубцовчанину. Причина – передел зоны обслуживания. Республиканская станция отказалась ехать на территорию края. После того прецедента Алтайский Минздрав прописал ответственных за приграничную местность. Это станция Алтайского района, Алтайского края. Но почему медицинскую помощь по-прежнему оказывают несвоевременно или вовсе отказывают в ней, этот вопрос мы адресовали чиновникам Минздрава края. Тем временем Следственный комитет региона уже подключился к разбирательству данного происшествия. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям медицинских работников на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи погибшему. По результатам проведения доследственной проверки будет принято соответствующее профессиональное решение. Дениса Крупского уже похоронили. Его супруга и мать до сих пор не могут поверить, что все мечты и планы на жизнь рухнули. И вряд ли теперь их доверие скорой помощи восстановится. Юлия Демидова, Павел Лауронин. Наши новости.